Менеджеры, экономисты, бухгалтеры, сборщики радиодеталей, швеи, администраторы и программисты. Более 90 рабочих мест в этом году будет создано в МРИЛ в рамках программы, предусматривающей содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов. Более 40 работодателей республики нынче уже обратили в службу занятости, чтобы при поддержке государства создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этой управляющей компании рабочее место диспетчера пустует временно. Нового сотрудника при помощи центра занятости уже подобрали. Сейчас он находится на медкомиссии. Эта женщина 38 лет, имеет инвалидность третьей группы. Однако на ее профессионализме, говорит директор управляющей компании, это никак не сказывается. Сотрудник оказался еще и с опытом работы, что важно особенно сейчас, в преддверии отопительного сезона. Уполняет функции диспетчера, ежедневно принимает заявки от населения и передает их уже непосредственно исполнителям, слесарям, электрикам, сантехникам, всем специалистам. Всего 42 дома. Сейчас все тепловые узлы у нас подготовлены и сданы для пуска в эксплуатацию именно в отопительный период. Вот, занимаемся подготовкой к зиме уже сейчас именно общего имущества многоквартирных домов, крыши, чердаки, лестничные клетки, закрываем окна, значит, подвальные помещения чистим и так далее. Ну, готовимся уже к зиме. На оснащение рабочего места в рамках программы по содействию в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья работодателю за счет бюджета выделили 70 тысяч рублей. Если в компанию принимают на работу инвалида второй группы, размер субсидий составляет 90 тысяч, первой группы – 120 тысяч рублей. Кстати, 6 лет назад, когда программа в Мариел только начала действовать, сумма выплаты достигала всего 30 тысяч рублей. В целом, за 6 лет мы уже создали более 400 рабочих мест. Общий объем средств, которые выделила республика из своего консолидированного бюджета – это 28 миллионов рублей. В этом году у нас по программе заложено чуть больше 7 миллионов рублей, 93 рабочих места. На сегодняшний день мы профинансировали создание 60 рабочих мест. Сейчас 28 инвалидов уже трудоустроено, и на остальные происходит подбор. Поэтому, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем работодателям, пользуйтесь моментом создать рабочее социально ориентированное место и получить за это финансовые средства от республики. Работодатель вправе получить компенсацию как за оборудование, так и за монтаж, установку оборудования, так и за создание благопередных комитетических условий и просторных условий для инвалидов, в том числе ремонт кабинета. Отбор работодателей для участия в социально важной программе в Мариел продолжается. Все подробности можно узнать в органах службы занятости по месту регистрации. В Вишкороле – это городской центр занятости населения по адресу улица Кремлевская, 27А. На следующий год программа будет продолжена. По данным Минтруда России, планируется ее расширение и внедрение в состав единой государственной программы «Доступная среда». Продолжение следует...